Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы продолжаем чтение книги «При мудрости Иисуса Сына Сирахова», 47-я глава. Уже в завершении своего послания, обращенного к потомству, что богомудрый наставник высваляет тех избранников Божьих, тех мужей силы и духа, которыми прославился Израиль, и которые являются ходатаями пред Богом о всех благочестивых и добрым примером для всех, желающих идти путем страха Божьего. После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида, «Как туг, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых». Не только пророчества и указания будущих путей Израиля, не только обличение грехов Израиля было делом пророка Нафана, но и обличение самого Давида с тем, чтобы ярче высияла добродетель его. Ибо и об этом великом муже известно, что приткнулся он о женскую красоту и, соблазнившись женой военачальника своего, Версавией, взял ее к себе на ложе и ее мужа послал на верную смерть, отправив на безнадежное место тогдашней войны, которую вел Израиль. И тогда Нафан, придя к Давиду, рассказал ему притчу о том, как у богатого человека было всякое изобилие в доме, а он для угощения друзей своих отобрал последнюю кормилицу, последнюю козу, овцу своего соседа, нищего. И когда возмутился царь о такой несправедливости, совершенной в царстве его, и спросил, кто же этот беззаконник, то пророк сказал-то, «Ты, Давид, ибо ты отнял жену, ибо ты совершил беззаконие». И горько облакал свое падение царь Давид, и ежедневно и неоднократно читаемый нами 50-й псалом, из псалтии его есть на все века оставленное знамение и образ его сердечного покаяния. Но великой силой был божьей сопровождаем этот муж. Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами. В юности своей не убил ли он исполина? Как же он играл со львами? Играл таким образом, что играючи восстанавливал справедливость. Он вспоминает перед лицом страшной опасности, которая в лице Ферестимлен надвинулась на войско бога Живаго. Вспомнил, как он отбирал овец, утащенных львом, и преследовал хищника до тех пор, пока не освобождал овцу, почти погибшую от этого хищника. Потому и не побоялся он, видя перед станом Израиля, стоявшим напротив казавшимся непобедимым войска Ферестимского. И когда гигант Голиаф поносил войско Израилева различными насмешками и непотребствами, то искренне смутившийся отрок Давид спросил у своего отца и братьев, как может этот необрезанный Ферестимленен безнаказанно поносить войско бога Живаго. Он не на себя надеялся, но знал, что бог есть воздоятель за всякую хулу и за всякое поругание. И тогда, как не нашлось для него подходящих лад, он вооружился только пятью камнями, и одним из этих камней, запущенных с помощью пращи, поразил межглаз этого гиганта, выходящего перед войском Ферестимлен и угрожавших Израилю. И у упавшего уже богатыря его собственным мечом отсек голову его. Не снял ли поношение с народа, когда поднял руку с прочным камнем и не изложил гордыню Голиафа, ибо он воззвал Господу Всевышнему, и он дал крепость правой руке его, поразить человека сильного в войне и возвысить рог народа своего. Вот закономерность быть победоносным. Мы вспоминаем, что и в русской истории немало тех героев, которые не начинали сражений без молитв усердных к Спасителю, к Господу своему, и не завершали благодарственными молебнами, когда победа сопутствовала русскому благословленному оружию. Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословение Господа, как достойного венца славы. И вот это народное почитание, которое прилично дивным во святых, как прилично тем, кто в своей жизни прославил Господа, кому Господь дал силу совершить великие знамения во имя Его. Так и всякий народ велик своими святыми, которые упование на Господа избрали путем своим и на этом пути пожали многие добрые плоды, которые принесли они народу своему. Ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных филистимлин, даже до ныне сокрушил рог их. После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы, и от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего. Многим ли нашим современникам, свойственно подводя итоги делам своим, воздать благодарение Господу? Даже в конце астрономического года о многом человек позаботится об угощении по поводу проводов года для себя и для своей семьи, о угощении по случаю наступления Нового года. Но многие ли оплетаются в храмах Божьих воздать Богу благодарение? Многие ли в домашней молитве своей или в общественной признают то, что не от человека, но от Господа являются силой и могущества, и победой над врагами? И поставил пред жертвенникам песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение. Иное дело посильное пение слабомощных, а другое дело при приготовлении подобного ангельскому церковного хора. И поныне много печется церковь о благоустроении клиросного пения, ибо в его благозвучии мы находим и отзвуки небесных гармоний, и они так же, как и украшение храма, благоговейное богослужение, так и песнопение в Богу приносимое раздает ему хвалу и соответствующую его величию славу. Он дал праздникам благолепия и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя его и с раннего утра оглашали святилище. Таким образом, Давиду высылается песнь премудрым наставникам ради того, что позаботился он о церковном благолепии и обустроении суточного богослужебного круга тех времен, когда и как приносить Богу хвалу. И сегодня желающий пропитаться благодатью, желающий приблизиться к Господу, следит не только за отдельными богослужениями года, великопраздничными, но и в течение всякого дня поминает необходимость приносить Богу благодарение и молитвы, и утром, и вечером. Помнит о том, что всякий день в течение года, за исключением великого поста, совершается бескровная жертва, божественная литургия, особенно в монастырях и в больших соборах, и старается не только великими праздниками ограничивать свою жизнь приходскую, свое молитвенное пребывание в соборе, в храме, но и на всякий день, и утро, и вечер посвящает Богу, и если не имеет возможности посетить богослужение, то во всяком случае в келейных домашних молитвах своих совершает дело благодарения Богу, служение Ему. Святитель Феофат называет подобную жизнь развлечением дел от пределков, ибо как не многосоставно, немного попечительна наша жизнь земная, но есть в ней главнейшая — это связь со своим Создателем, источником всех благ. Поэтому положи в основании всякого дня молитвенный труд, а то, что между ними, между ними богослужениями, между ними твоими молитвенными правилами будет происходить, будет во свете этих главных светильников, зажигаемых тобою в жизни твоей. И Господь отпустил ему грехи, и навеки вознес рог его, и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле. После него восстал мудрый сын его, и ради отца жил счастливо. Воистину сын мудрый, ибо просил у Господа не богатства и не власти, но премудрости, а потому услышал от Господа обетование, что поскольку правильно просил, что и нам надлежит искать с юности и помогать детям с юности искать прежде всего премудрости Божьей, а все остальное, и богатство, и власть в придачу было подано ему в изобилии. Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя его и приготовил святилище навеки. Вот ради чего, оказывается, такие благодеяния на Соломоне видим мы и свидетельств священного писания Ветхого Завета. Это все ради того, чтобы был воздвигнут дом Господень, Иерусалимский храм, который являлся местом особого Божьего благоволения и присутствия. И сейчас дело благотворения, дело воздвижения и реставрации храмов во многом и составляет причину благодеяния Божьего многим тем, кто усердно трудится над созиданием своего большого и малого, иногда и среднего бизнеса. Может быть, для того и, как и в случае с Соломоном, и попускает Господь успехи, для того, чтобы были построены очередные храмы, были воздвигнуты благодетелями, порушены святыни в нашем Отечестве. «Как мудр ты в юности твоей, и подобно реке полон разума!» И царица Савская, помним мы свидетельство Писания, приходила послушать премудрости его и засвидетельствовала, что вся слава о нем, дошедшая до нее, была ничто по сравнению с тем величием премудрости, которую увидела она своими глазами, придя в Иерусалим и общавшись с царем Соломоном. «Душа твоя покрыла землю, и ты напоил ее загадочными притчами». И мы сегодня, благоговейно открывая страницы Священного Писания, наслаждаемся притчами царя Соломона, исполненными премудрости, всегда актуальными и приложивыми ко всякой душе, как целебный пластырь для ее исцеления от зараженности всяким смятением, всякой ложью, всякой примесью страстей. «Имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой». Вот, оказывается, чего не хватает многим из нас, кто жалуется на недостаток любви к нему. Любимы бывают люди за мир, принадлежащий тебе. Когда ты сам пребываешь в мире, о чем говорил преподобный Серафим Саровский, стяжи мирный дух и тысячи вокруг тебя спасутся, и будут тебе нуждаться, и будут о тебе заботиться, и будут тебя любить, и будут благоговеть перед тем устроением, которое стяжаешь ты страхом Божиим, стяжаешь ты посвященностью жизни своей Богу. За песни из речения любим он был, «За притчи и изъяснения тебе удивлялись страны во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля». «Ты собрал золото, как медь». Мы помним, что впервые цифра 666 появляется в Библии как раз в связи с количеством золота, приходящим как прибыль из отдаленных краев всего царства израильского к царю Соломону. И умножил серебро, как свинец. Но! И здесь печальная реальность, которая на склоне лет постигла царя Соломона и осталась страшным памятником того, как и во всем величии от Бога данным человеку тот может оказаться небрежнен и не сохранить его. Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим. И в Священном Писании сказано, и предание сохраняет повествование о том, что в последние годы жизни своей, увлеченной женскими прелестями и языческими красавицами, царь Соломон отступил от благочестия своего и, думая, что непоколебимо величие царства его, царственного целомудрия своего, не соблюл. И от этого последовали печальные обстоятельства. Ты положил пятно на славу Твою и осквернил семя Твое так, что навел гнев на детей Твоих. И они горько оплакивали Твое безумие, что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство. После царствования Соломона на детях его воистину явился гнев Божий, и от царства иудейского отпали десять колен израилевых, и таким образом появилось двоевластие в богоизбранном народе. Но Господь не оставит Своей милости и не разрушит ни одного из дел Своих, не истребит потомков избранного Своего и не искоренит семени возлюбившего Его, и он дал Иакову остаток и Давиду корень от него, и почил Соломон с отцами своими, и оставил по себе от семени своего безумие народу, скудного разумом рова Ама. Итак, мы видим, что кая покаявшемуся Соломону был милостив Господь, но последствия его грехопадений явились в Израиле через детей его. Иераваам, его сын, оказался причиной разделения в Израиле и сам настроил против себя народ, который отвратил от себя народ через свое совещание. Иераваама, сына Наватого, который вел в грех Израиля, и Ефрему указал путь греха, ибо к Рова Аму приступили после смерти отца его некоторые бежавшие из Израиля, излишне обремененные налогами и теми скорбями, которыми их обременил Соломон. Ожидая от сына помилования, пришли с прошением смягчить налоги, наложенные отцом, но тот посоветовавшись с мудрецами не услышал их совета, ибо они сказали будь милостив к народу и народ возлюбит тебя и навсегда будешь любимым царем. Но он, пообещав через три дня дать ответ просителям, в совете своем не удовольствовался мнением старцев и людей многоопытных, но со своими ровесниками, с которыми вместе рос и молодость радости-молодости делил, их совета спросил, и они посоветовали ему ответить напыщенно и гордо о том, что единый мизинец его толщу чресл отца и если он их бил плетьми, кнутами, батагами, то он будет бить их скорпионами, то есть еще более тяжелым орудием, кнутом с металлическими грузиками, которые еще тяжелее, и болезни рассекают, плоть, по которой ударяют, и с этим ответом ушли огорченные просители от Раваама, а последствиями этого неразумного ответа были и народные негодования и разделения Израиля, И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей, и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение. Не является ли во многом то скорбное море, которое сейчас еще шумит на территории нашего Отечества последствиями наказания детей за те беззакония, которые допускали родители и предки наши. Хоть и говорил пророк Исаия о временах христианских уже не будут говорить отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомено, и всякий будет знать Господу своего никто уже не скажет, другому иди узнай Господь, ибо для каждого будет доступен Спаситель и в молитвах к Нему, и в покаянии пред Ним. Но видим, что и такое Господь устраивает и там, где нечестие было делом отцов, горько страдают сыновья, и через них зло приумножается на земле. Надлежит таким образом держаться благочестие не только ради собственного блага и блага вечного, но и ради тех поколений, которые идут вслед за нами и сознавать, что каждый из нас является только цепочкой того священного предания, той благодати, которая дарована Богом для спасения всех людей и важно, чтобы на нас эта цепь милости Божьих не прерывалась, но напротив простиралась далее к нашему потомству. дарвису не прерывалась, божьих не прерывалась, но и ради